Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, уважаемые телезрители, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными вопросами в жизни Одинцовского района. Сегодня поговорим про крупнейшую, пожалуй, экологическую акцию в Подмосковье – про наш лес. Посади свое дерево. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения, может быть, вы участвовали в этой акции, вам хочется просто поделиться своими хорошими, я надеюсь, впечатлениями. Звоните, наш телефон 508-86-84. Мы постараемся вместе во всем разобраться. Наш гость сегодня Андрей Юрьевич Копейкин, эксперт-консультант общественной палаты. Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей Юрьевич, я так понимаю, что вы как раз-таки работаете с комиссией по экологии, землепользованию и природопользованию. Абсолютно верно. Я эксперт-консультант комиссии по экологии общественной палаты Одинцовского района, принимаю активное участие. Все, что связано с экологией, мне близко. И я считаю, что это невероятно важно, потому что мы живем на этой планете, и это наша жизнь, в конце концов, экология. Ну, это мы с вами, безусловно, согласимся. А почему вообще решили в общественной палате свои силы применить? Ведь на самом деле, я не говорю, что это плохо или хорошо, а просто интересно. Общественных организаций много, мест, где можно себя применить, каких-то активных инициатив тоже предостаточно. Почему именно общественная палата? Не первый год в общественной палате. Люблю людей, которые работают вместе со мной. Да и у меня не было даже мыслей каких-то выборов, и так сложилось, я выбрал сразу общественную деятельность, общественная палата. Это на слуху, и знаю людей, знал их, которые участвуют в общественной деятельности района, знал их раньше. Собственно, поэтому и общественная палата Одинцовского района. Ну, давайте про конкретные ваши дела поговорим. У нас не так давно прошло в очередной раз замечательное мероприятие, та самая экологическая акция, о которой мы уже говорили, наш лес, посади свое дерево. Она уже в нашем Подмосковье стала традиционной. Эта акция проходит уже в пятый, наверное, раз. Прекрасная традиция. Много-много раз она уже проходила. Расскажите, пожалуйста, вот в этом году вы в ней участвовали сами? Да, конечно. А где, в какой площадке? Я принимал участие в городе Голицыно, детский сад номер 6, вместе с администрацией сада, с детишками, которые в этом садике учатся дальнейшему поступлению в школу, учатся в том числе и экологии. И мы с удовольствием помогаем им разбираться и в деревьях, и любить природу, любить свой район, и конкретно город Голицыно. Послушайте, а вот детишки, это же совсем получается, ну, понятно, дошкольный возраст, там, наверное, 5 годиков, 4 годиков. 4-5, 6 лет. А вот насколько, на ваш взгляд, как общественника, они вообще понимают значимость подобных мероприятий? Вот, честно говоря, я тоже, конечно, участвовал в подобных акциях, когда был еще школьником, предположим, но вот годы просто стерли из памяти мое отношение. Как я к этому относился, совершенно не помню, хоть убейте. Вот на ваш взгляд, им вообще это интересно, или для них это так, ну, вот выйти в выходной вместо, знаете, того, чтобы поспать, в земле копаться, ужас. Как думаете? Это интересно. Детям это очень интересно. Так. То есть, сам процесс, во-первых, они вместе, во-вторых, это не просто рутинная прогулка, да, а это мероприятие со взрослыми, с приглашенными гостями в садик, вот, допустим, как мы, члены общественной палаты, родители принимали участие, и копаться в земле любят все дети, мне кажется. Да, пожалуй, это правда. Это, пожалуй, правда. Значит, Голицынский детский садик. Много высаживали? Что вообще отправилось у нас в землю? Ну, основное, то, что мы привезли, да, это были пять красных дубов, довольно редкое и красивое дерево. То есть, вот, будем вести отчет, смотреть, как это, как они растут, да, и какие они в итоге станут. Ну, это, конечно, лет, там, через пятьдесят. А они сейчас, конечно, прямо вот вообще на уровне саженцев, или они уже как-то подольше? Это саженцы, нет, там метровые саженцы. Метровые саженцы, они уже, видно, что это красиво. То есть, это дуб с такими красными лепесточками, листочками, лепесточками, вот, и, ну, такой эффект на дерево. Получается, в принципе, если дуб это дерево-долгожитель, то выходит, что, в принципе, детишки, которые вчера, там, позавчера сажали эти дубы, возможно, будут уже своих внуков тот же самый Голицевский детский садик отправлять, а эти деревья все еще будут расти, расти, расти. И еще сколько-то будут расти, да, и это прекрасная память, это осознание на уровне вот малышей, да, и потом уже, когда они становятся взрослыми, они понимают то, что они заложили некий фундамент в экологию своего города. И фундамент не простой, а вот такой вот довольно экзотический. Вот. Помимо этого были еще несколько кустов, рябинки, хвойных в этом году не было. Ну, все прошло весело, с песнями, со стишками, и привела прекрасная погода. Да, с погодой, я так понимаю, вам вообще особенно повезло, потому что в этом году у нас что лето, что ранняя осень, очень непредсказуемая. Да, но в этот день было прекрасно погодой. На свое поведение в этом году вам повезло, я так понимаю. Скажите, пожалуйста, вот смотрите, у нас сейчас наш лес проходит раз в год, если я не ошибаюсь. Раз в год, да. Примерно вот в одно и то же время. Ну, у нас в год еще раз, вот сейчас осенняя акция, и весенняя акция – это Лес Победы. Лес Победы. Ну, там он приурочен к соответствующим мероприятиям, все-таки это немножко другое. Ну, суд даже. Тоже мы… Вот, я как раз об этом и хотел вас спросить. Вот как считаете, насколько это действительно важно, необходимо, или, может быть, детишки просто, ну, если мы о детях говорим, или детишки просто, допустим, раз в год посадили, там, лекции провели им, 2-3 штуки, и все, этого достаточно. Может быть, имеет смысл как-то действительно почаще это проводить, чтобы это стало определенной системой для них? Ну, для посадки деревьев существует определенное время, то есть каждый сорт, каждый вид имеет время посадки, то есть когда они приживаются. Соответственно, поэтому это весна и осень. Чаще сажать, ну, можно, но можно сажать что-то другое. Цветы или какие-то кусты, или какие-то садовые. Создается, знаете, впечатление, что действительно, когда человек своими руками собственными, действительно, с любовью, через труд что-то сделал, предположим, посадил дерево, дуб тем более, да, не кустик там, а дуб. Вот, он же начинает, тем более, с таких малых лет понимать, что это такое. Вы помните, может быть, лет 20 назад примерно был целый, ну, большой, на самом деле, был ажиотаж вокруг школьников. Почему-то это стало модным, которые деревья пинали на улицах, особенно это в столице очень сильно была, большая была проблема. Ну, просто толпа людей там ходила, школьники, как правило. И масса, 90-е, начало нулевых, да, это вызвало большой ажиотаж, конечно, но никакой системы в этом и провокации, разумеется, не было. Почему-то это вдруг стало модным. И так же, без всякой причины, в какой-то момент сошло на нет. Я вот сейчас думаю, ну, если бы вот ребенок, который действительно своими руками бы сажал в рамках того же самого нашего леса, да, это самый дуб, но он бы никогда в жизни на него руку не поднял. Ну, конечно, ни руку, ни ногу, потому что, ну, это живое существо, в конце концов. И человек, как тоже живое существо, отдает себе, обязан отдавать себе отчет, что все живое, что находится вокруг него, это часть нашего общего мира. Мы в нем живем, и мы должны любить и мир, и себя, и себе подобных, и ни в коем случае нельзя это уничтожать. Ну, тем более, что мы все помним, как представляют в самых, знаете, таких постапокалиптических жутких фильмах «Будущее без деревьев» как раз-таки, это действительно выглядит жутко. Это может быть высокотехнологичное общество, но если улицы какие-то представляют собой просто стальные балки, там, бетонные, ну, это ужас. Кстати говоря, вы знаете, ведь Россия очень сильно отличается в этом плане от европейских стран, и, конечно же, от Соединенных, например, Штатов Америки, от Азии, именно обилием зелени на улице. То есть, если выехать в Берлин, в Париж, ну, довольно сложно найти двор, который у нас абсолютно обычная история, да, двор, который абсолютно весь засажен зеленью, чтобы зеленым поясом была от дороги ограждена, скажем, детская площадка, чтобы соседний дом можно было, в общем-то, потерять из вилок за верхушками деревьев и так далее. Спасибо архитекторам Советского Союза, которые строили такие города. Действительно, но это, знаете, наверное, идет еще даже не из Советского Союза, это, наверное, идет еще из допушкинских времен, Жуковского и так далее. Еще тогда отмечали, что у нас действительно, ну, тогда, конечно, про деревни по большей части говорили, что деревни напрямую связаны с зеленью. Да, потому что земля кормит. Вот, вот, правда. А ведь это никуда не ушло, у нас сельское хозяйство развивается сейчас семимильными шагами, что, в общем-то говоря, замечу, раньше считали, ну, не то, что непрогнозируемым, а очень, вообще говоря, сомнительным делом, что в России современной, да, тем более там в Московской области опять начнется развитие сельского хозяйства. Вы посмотрите, про государственные программы, президентская инициатива, губернаторская. Я так хотела об этом сказать. Три года спустя и Московская область начала не просто себя и Россию обеспечивать, еще и на экспорт шлет столько, что... То ли еще будет. Да, действительно. Возвращаются времена царской России, возможно, Столыпинские времена, когда мы кормили весь мир. А весь мир нам за это говорил большое спасибо в виде постоянных воинов. Плачил деньги, поднимал экономику. Да, да, да. Что поделать, такая судьба. Давайте вернемся к нашей прекрасной акции. Значит, смотрите, вы непосредственно в Голицыно в этом году впервые были? Нет, в прошлом году мы точно так же проводили акцию, да. Посадочный материал был иной, вот, но акция была. Акция единственная, что в прошлом году не принимал участие никто из родителей этих детишек. Ну, как-то вот не организовали, наверное, этот вопрос. Все было в формате администрации детского сада, в формате общественной палаты. То есть это была наша акция. Они ее с удовольствием поддерживают, как муниципальное учреждение. Родителей не было. В этом году они были уже. Вы знаете, родители ведь сильно устают, когда начинается вот этот учебный Новый год. Что в детском садике, что в школе. Я просто представил себе. Прошли условные 2-3 недели от этого жуткого балагана на учебный год. И тут, наконец-то, и внезапно совершенно вам говорят. Послушайте, мы ваших детишек еще и в субботу возьмем займем. Можете спать, отдыхать еще полдня. В принципе, если это было так, то можно, наверное, понять людей. А в этом году, вы говорите, приходили прямо с семьями. Приходили, да. Приходили родители, принимали участие с удовольствием. И, ну, это... Дело в том, что акция, она не только связана с общественной палатой. Это акция общая, областная. Да, и во дворах люди точно так же сажали деревья. Вот в доме, где я живу, придомовая территория точно так же озеленялась. А была ли возможность, предположим, в пункте раздачи этих саженцев взять его и не на общей площадке посадить, а пойти там у себя, например, во дворе это сделать? Во дворе точно так же был посадочный материал. То есть, вот, допустим, ТСЖ обеспечивала посадочным материалом. Поэтому, ну, не возникало таких мыслей по поводу того, чтобы взять посадочный материал от общественной палаты и где-то реализовать его в другом месте. Я так понимаю, оно было бы, конечно, как и в прошлые годы, абсолютно бесплатно. То есть, это спускалось из Басковской области по губернаторской программе. То есть, люди, конечно, ни за что не платили. Абсолютно верно. А экипировка, лопаты, перчатки, может быть, так же раздавались или со своим приходили? Ну, как, на самом деле, на том участке, где я был, это все уже есть. То есть, у детского сада есть свой шанс, свой инструмент. Что касается придомовой программы, да, то есть, я успел и туда попасть тоже уже со своими детьми. Там все было предоставлено ТСЖ тоже бесплатно. А вы со своими детьми ходили? Да, ну, я спустился во двор. Ой, а если не секрет, расскажите, как они вообще к этому всему относятся? Да, они малыши еще, одному пять, другому три, им это интересно. Ну, пять лет, уже все, уже школьник практически, взрослый дядька. Взрослый дядька такой, да. Садовец. У них, кстати, в садике этой программы не было. Вот, там, в тот садик, в котором он ходит, там такого не было. Но это было во дворе. То есть, мы с ним сажали деревья у себя на садовом участке, вот, с родителями. Так же, как и вешали скворечники весной вместе. Ну, они любят. Им интересно. Им интересно общение с природой. Ну, это все в формате игры, конечно. Они малыши, все в формате игры. Но такая игра, которая в дальнейшем закладывает у ребенка, уже растущего, доброту и понимание того, что жизнь нужно поддерживать. Я бы даже, может быть, здесь сказал зрелость в определенной степени, уже зрелость в отношении к определенным вещам. Да, есть такое понятие, да, русская старая поговорка, что мужчина должен посадить дерево наравне, как с воспитанием сына и постройкой дома. Вот. И мой сын это знает. И он посадил свое дерево. Он маленький совсем. Ну, слушайте, кстати говоря, это же дерево, тут же это символичный момент, оно же будет расти вместе с ним. Да. Он потом к нему придет, уже в вашем возрасте посмотрит, какой он там вымахал. Может быть, о чем-то подумает. Кстати, тоже дуб, но обыкновенный. 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 Ну, а что же, не везде же красные сажать. Да. Вообще, знаете, хорошо даже, что, вот как вы сказали, что не во всех детских садах эта программа есть. Я сейчас представил просто огромную ораву людей, которые в течение одного дня засадят абсолютно все Голицыно. Голицыно за год и зарастет, и в следующем году, ну, пора бы опять акцию проводить, сажать-то негде. Ну, не все деревья приживаются, к сожалению. Конечно, такое случается. Поэтому есть возможность, во-первых, заместить неприжитый материал. Во-вторых, мне кажется, у нас огромные территории, которые требуют внимания экологов. Поэтому засаживать деревьями, кустами и какой-то зеленью, любой возможной, никогда не поздно. Это правда. У нас, как вы верно сказали, действительно, во многих поселениях Одинцовского района работали платформы, площадки для этой акции. Я сейчас предлагаю вам, а также нашим телезрителям, посмотреть, как одна из этих площадок выглядела и что там вообще происходило. Масштабная и добрая акция «Наш лес, посади свое дерево» прошла по всему Подмосковью в минувшую субботу. Саженцы клена, туи, липы, дуба были высажены во всех уголках региона. Сельское поселение Успенское не стало исключением. На один день село Уборы превратилось в площадку по высадке деревьев. Мы ежегодно в два этапа высаживаем большое количество деревьев, и народ это ценит, видит, и с каждым разом все больше и больше становятся участников этой акции. На самом деле это важное событие, которое действительно становится традицией для нашего сельского поселения, для Одинцовского района, для всей Московской области. Если благоустраивать территорию, то по полной. К ежегодной акции «Наш лес, посади свое дерево» приурочили еще и открытие нового игрового комплекса. Он появился благодаря инициативе местных жителей. Прежде всего хочу сказать слава благодарности Василию и Татьяне за то, что за свои деньги, а в наше время это очень большая редкость, вместо свалки, помойки, которая здесь была, появился вот такой, благодаря Вам появился вот такой сквер, такая замечательная игровая площадка. Я бы назвал это детский многофункциональный городок. Игровой многофункциональный комплекс состоит из разных секций. По площади он занимает около 4000 квадратных метров. Здесь помимо детской площадки расположены яблоневый сад и зона отдыха. Местные жители в день акции украсили и территорию возле Дома культуры. Они высадили аллею из 40 западных туй. Экологическая акция «Наш лес – посади свое дерево» проходит в Подмосковье уже в пятый раз. Ежегодно она объединяет школьников, ветеранов, общественников, работников предприятий, сотрудников администраций, словом всех неравнодушных и все ради того, чтобы сделать доброе дело – посадить дерево. С посадкой каждого дерева мы делаем наше поселение, вообще нашу землю лучше, красивее. Люди становятся добрее. Для того, чтобы посадить дерево, чтобы у нас, после нас кто-то не засорил планету, было бы на планете чище. Хорошая акция, одобряю. Деревья сажаем, делаем доброе дело. И дальше, я думаю, что по жизни мы так вот и будем хранить, беречь свои деревья и укаживать за ними. Я думаю, что это такое масштабное мероприятие и будет примером для подрастающего поколения. На протяжении всего дня участников масштабной областной акции радовали своими музыкальными композициями местные таланты. На достигнутом жители Успенского останавливаться не собираются. В ближайших планах реконструкция сельского дома культуры и прилегающей к нему территории. Прекрасная акция, очень красиво все выглядит. Приятно даже наблюдать, опять же, за улыбающимися реально счастливыми лицами. Потому что, ну, как говорили еще классики, труд облагораживает человека, ручной труд. И, пожалуй, сейчас вот мы имели возможность увидеть, что действительно, наверное, так оно и есть. А в наших гостях новость... что я несу уже? В нашей студии новый гость Сергей Викторович Сармин. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Викторович, председатель комиссии, которая как раз-таки занимается вопросами экологии, землепользования, природопользования. Сергей Викторович, мы с вашим коллегой, с Андреем Юрьевичем уже начали разговаривать про наш лес, посади свое дерево. Если можно, наверное, я вас озадачу статистикой небольшой. Сколько у нас вообще площадок было в Одинцовском районе? В Одинцовском районе у нас, если брать на территории Государственного лесного фонда, да, то это была одна площадка центральная. Это Хлюпинское участковое лесничество. Там площадь была 10 гектар. Высажено было 33 тысячи деревьев сосны. Ну, сеянцев. За день. Да, это даже не за день, это за несколько часов всего проведения данной акции. А всего по району, конечно же, проходило во всех поселениях, проходили данные мероприятия, данные акции. То есть люди присоединялись, кто-то высаживал в рамках данной акции, несмотря на свой выходной день какой-то, да, высаживали деревья, кустарники возле своих домов. Каких-то на улицах, где, допустим, наши коллеги, кто не смог принять участие в центральной площадке, проводили данные акции в своих поселениях. Как вот, например, село Жаворонки, где были посажены нашими коллегами целая аллея кустарников. Ну, и в таком примерно ключе. А если говорить про центральную площадку, где были, вы сказали 33 тысячи с чем-то саженцев. Да. А сколько людей-то у вас там всего работало? Ну, ориентировочно, примерно. Большое количество, я вот прям на 100% конечно не могу сказать, но там больше тысячи человек. Больше тысячи. Конечно. Но все равно результативность и производительность труда обалденная на самом-то деле. 33 тысячи саженцев. Вообще по всей Московской области в рамках этой акции, это все-таки юбилейная акция, потому что это уже десятая. Десятая. Ну, всего проходит 5 лет у нас проходят акции в течение 5 лет. Это весенние акции и осенние акции. Весной мы сажаем акции, которые называются у нас Лес Победы. Вот как раз о чем мы с Андреем Юрьевичем говорили. Да. А осенью называется Наш лес, посади свое дерево. Это программа, старт такой, таким акциям дан был нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. И в этом году, в 17-м, на осенней акции у нас было по всей Московской области 94 площадки. Это именно на территории лесов, то есть Государственного лесного фонда. Это не считая муниципалитетов. Всего площадь 400 гектар по всей Московской области. То есть вот в этот день, 16 сентября, в 2017 году, было высажено на площади, то есть деревьев, на площади 400 гектар. Также на землях муниципальных образований это 2081 гектар. Всего посажено было 1,8 миллиона новых деревьев. Это вообще грандиозный масштаб. Почти 2 миллиона деревьев было высажено, вот в течение даже не одного дня, это полдня, потому что огромное количество людей на всех площадках присутствовало. Всего по области присутствовало более 250 тысяч человек. Ну, на самом деле, повторюсь, невероятные грандиозные масштабы, Сергей Викторович, Андрей Юрьевич. Нам вообще будет ли где жить, или у нас скоро будут джунгли по такими темпами? Я просто боюсь представить, что будет, если вас туда запустить на недельку. Мы будем жить как в фильме «Аватар» в лесу, я чувствую. Вот по сравнению, допустим, с прошлыми годами, по статистике взять 2016 год, да, в осенней акции в 2016 году, это был побит рекорд предыдущих акций, там участвовало 175 тысяч человек. В этом году рекорд был перебит, то есть это четверть миллиона 250 тысяч человек. Для нас это, конечно, очень радостно, для всех, кто любит природу, кто любит лес, кто имеет либо непосредственно, либо свое какое-то особое отношение к природе, к экологии. И, конечно, это радостно, весело, и что все-таки такое количество людей желают вот потратить какое-то свое личное время, да, прийти и поучаствовать в таких акциях. Пожалуй, можно, наверное, уже теперь с уверенностью сказать, что когда эта акция начиналась 5 лет назад, наверное, такого не ожидали. Абсолютно, абсолютно, да. Первая акция, когда проходила в 2013 году, конечно, это было очень, как бы, захватывающе, что вот столько людей, но представить, что через несколько лет будет такое количество, конечно, наверное, никто не мог. Я думаю, что вот. Хотя все-таки к этому стремились, и каждый год те, кто устраивает, организовывает такие мероприятия, конечно, пытаются достичь максимального результата, максимального эффекта. И, что хотелось бы заметить, максимально разнообразить такие мероприятия, то есть привлекать как можно больше каких-то организаций, которые устраивают определенные концертные площадки, какие-то развлечения для детей, как, допустим, в этом году на центральной площадке, где присутствовал губернатор Московской области, там был развернут грандиозный городок для детей, то есть с каруселями, с качелями. Совмещали приятное с полезным. Да, да, да. Вопрос у меня такой, наверное, Андрей Юрьевич, к вам. Вот люди, которые, как и вы, ходили уже туда несколько раз, а вы вообще приглядываете за теми саженцами, которые посадили тогда еще? Ну, конечно. Не только на формате этой акции, но просто приглядываем. Ну, а как они? Растут? Какие-то растут, какой-то процент все же бывает, который не приживается. Ну, бывает. Что ж, у нас звонок, поговорим с телезрителем, мы продолжим беседу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, у меня такой вопрос. Когда будут сажать вырубленный лес в районе Можайского шоссе 46-го километра и 47-го? У нас там дача, у нас там все вырубили. И уже сначала, еще в прошлый год, все это вспахали, сделали бороздки, уже все заросло. Понял, спасибо большое, у нас звонок. Скажите, об этом сажать или нет? Сейчас выясним, Сергей Викторович, наверное, к вам при адресу. Знаете это место? Да, знаю это место. Это территория Хлюпинского участкового лесничества, если быть точным. На данных площадях, если сделаны бороздки, вообще, если мне не изменяет память, то, по-моему, там уже посажен лес. Вот, если есть, конечно, номер телефона, если сохранился, я готов уточнить, и завтра до 10 утра я могу сообщить. А что там происходило? Там караеды били несчастливые? Да, там была сплошная санитарная рубка, проходила она там, там несколько есть площадок, которые проходили как в 15-м году, в 16-м году. Но я вот практически с полной уверенностью могу сказать, что там уже посажен лес, то есть сделаны бороздки. Возможно, что есть какая-то площадь, которая, может быть, немного, допустим, сыроватая, и там применили другой вид лесовосстановления, это содействие, естественно, лесовосстановлению. То есть принципиально это делается, напахиваются борозды для того, чтобы зимой, когда летит семечка, она падала в открытый нейрализованный слой почвы семечка и прорастала, то есть естественное прорастание. Но в любом случае лес не поднимется, даже если он уже посажен за неделю. Нет, конечно. Поэтому надо, конечно, подождать. И в любом случае спасибо, что вы нам звонили, я думаю, что мы Сергею Викторовичу прямо сейчас передадим ваши контактные данные, и правильно я понимаю, вы тогда проконсультируете человека. Да, готов завтра в 10 утра прозвониться и ответить. Ну что ж, спасибо вам огромное, что вы к нам сегодня приезжали, акция действительно прекрасная. Я помню, когда мы еще только начинали вообще освещать подобные мероприятия, разные в обществе были мнения о том, что это бесполезно, и то, что, ну знаете, как любят вообще говорить, что деньги выделили, не пойми на что сейчас осваивать будут, не пойми тоже на что. Приятно, что, господи, видно, 5 лет прошло, и работает, все работает, и люди верят, начинают, и красиво все, и зелено, и прекрасно. Будем надеяться, что будете вы тоже продолжать развивать эту добрую традицию, и, может быть, уже через пару лет миллион придет человек засаживать. Или включено, очень на это надеемся. Спасибо, что приезжали. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели программу «Разберемся». Сегодня мы говорили про экологическую акцию «Наш лес, посади свое дерево». Если у вас остались какие-либо вопросы, предложения, звоните нам в течение недели. Наш телефон 508-86-84. Или сразу напрямую обращайтесь в общественную палату Одинцовского района. У них на официальном сайте есть весьма удобная форма обратной связи. И там же адрес электронной почты, на которую вы также можете писать. С вами был Святослав Савенков. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин